Приветствую вас на канале из КСЗ в ЦЗ. Сегодня у нас выходной и мы с Наталкой решили снять вам видео нашей прогулки на град Ризенбург. Он находится от нас в 10 километрах и едет простой автобус. Мы доехали до города Осек. Если получится, мы в него тоже спустимся, но не будем время терять, так как до него подниматься 45 минут. Это такой разбитый град, он не отреставрированный, ему 800 лет. Это упоминание первое в 1200 году. И вот по такой дороге, по лесу мы идем вверх и вы с нами пойдете и будем вам рассказывать, что у нас происходило за эту, я не знаю, неделя прошла, может больше. Неделя как раз. Да, неделя прошла и мы получается, что у нас изменилось. И я думаю, вам много пишет людей, чтобы мы и продолжали вам снимать эти видео, ознакомливание ситуации в Чешской Республике и все в этом роде. Ну все, воздух чистый, прогулка начинается. Вперед, ребята! Ребят, на входе в Осек, получается, в этот город Осек стоит такой мемориальный памятник. Посмотрите. Ну очень сделан, конечно, архитектура совсем отличается от всего Чешского. Посмотрите, как мне очень понравились. Ну как бы такая бабушка и, ну не бабушка, как бы взрослые люди, как бы с опущенными головами. И написано Нельсон и 3 января 1934 год. И тут получается имена. Вот так это выглядит. Наталка, че, как? Как тебе работа? Все супер? Да. Ребят, хочу вам показать, как выглядит лыжный клуб. Осек, вот мы. Осек. И получается здесь трамплин. Посмотрите, здесь красиво тоже. Да, мы, получается, находимся в Крушногорских горах. И дыхание сбивается, конечно. Мы поднимаемся вверх. Этот град находится вверху. Мы здесь не были ни разу. Я повторяю, все, все вот это впервые видим вместе с вами. Ну да, вот посмотрите, ребят, это получается трамплин. Да, там скатывается лыжами. Сейчас я вам покажу, как это все выглядит. Зимой это все работает. Посмотрите. Видите? Ага. Вот были соревнования солнца. 5 февраля 2022 года. Это выглядит вот так, ребят. Видите? И здесь реально, ну как бы. Кто первое место занял? Матура Матей. Второе место Новак Мартин. И третье место Черный Ян. Это тоже, они даже не зимой такая. Смотри, вот здесь снега нету, а он на лыжах. Где? Вот, верхняя фотка. Ага, ага. Вот, посмотрите, ребят, старые фотографии. С историей написано, школа эта, лыжная школа, осик, как учатся. Ну да, получается, вот как ее делали. Видите? Везде дети. Ну классно, когда так все вместе, взрослые дети. Но это больше детская школа, посмотрите. Ну прикольно сделано? Ага. Че? Классно? Вот так пишет. Ага. Классно. Пластик. Пластик это? Да. Ну да, все равно сколько денег надо. И это все равно поддерживается за санс. Ага. А ну-ка встань, я фотку сделаю. Очень красиво. А там смотри, все, типа, перегорожено, нельзя вверх идти. Ну можно забраться, но там... Не, а что туда идти? Для чего? Не зачем? Просто... Да. Ну вот, ребят. Вон можно спускаться, видишь, вон на лыжах просто. Ага, ага. Да, 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 да. Канатка, да? Да. Канатная дорога, садись и получается спускайся. Ну вот так это выглядит. Такие трамплинный спорт. Ну все. Я никогда вот этой тоже... Тогда с вами гулял эту водную дамбу не видел. А теперь получается такой лыжный клуб. Тоже такого никогда не видел, чтобы трамплины, знаете, такие. Вот поменьше трамплин, а тот совсем большой. Да, и ты оттуда отрываешься, и ты летишь, и вот сюда приземляешься куда-то. И сюда скатываешься, и там, видишь, сделано, что ты ударяешься, и все, типа. Ну супер. Я не думаю, что так туда понесет. Не, ну есть прыгают, а далеко летят. Просто это детский, скорее всего, для детей. Ну потому что, видишь, я там... Ты ухоженный какой? Да. Посили недавно. Зеленая трава. Конечно же, ребят, у нас тоже это есть как бы в Алма-Ате, там где Медео, Шамбулак, там есть горные курорты, также лыжные спуски, но я там, к сожалению, не был. Наталка также говорит, что... Я подхвател чуть-чуть. Наталка также говорит, что есть в Карпатах, да? Да. Такие лыжные курорты, там тоже отдыхают. Ну Наталка там тоже не было, да? Нет. Короче, мы здесь, и все для нас начинается. Все видим впервые, да? Да. Вот так. Все, поднимаемся вверх. Там тоже мы не знаем, что будет, как выглядит этот град. На фотографиях я посмотрел, и он такой разбитый. Ну посмотрим, как поднимемся туда, конечно, с вами включимся. Ребят, поднимаемся, осталось 1400 метров, и увидели такой, посмотрите, старый-старый ресторан. Сколько ему лет, Наталка? Не знаю. Ну, ладно. 100, да, наверное? Наверное. Голове так и прокрутило. А посмотрите, с чего строили. Не кирпич, а камень просто. Даже не тесаный. Да. Просто. Что было, то уклали, да? Что было, тем залепили. Ага. Ну, все, заложено, видите, кирпичом. Ну, такое, да, как говорят, как Наталка сказала, жопа мира. Ну, люди здесь оживут, машину надо иметь просто. И... Ну, да, такие здания пропадают, все равно вот за это здание бы миллион бы крон, да, просили, скорее всего. Больше, больше. Такое оно. Ну, солнце его реставрировать надо. Бризеля какие были. Где? Под подоконниками. Ну, да, да. Реставрировать. Ну, да, если отреставрировать, будет красиво. Площадь большая, смотри, какая площадь. Видишь? А здесь, рядышком? А? Да, по-каку, саранка. Ага. А, Талки везде надо посмотреть. А здесь красивый дом уже стоит отреставрированный, смотрите. Как дрова сложен. Ну, да, воды здесь охватает. Мы с Наталкой идем и все считаем деньги. Сколько вот это, посмотрите, вот эта речка идет, и все обложено вот этим камнем строительным. И все, и... А, еще по всей длине идет вот эта железная такая труба толстостенная. Это, ну, вот этот край вы никогда здесь и не будете. Ну, по-любому, там, 99,9% просто в горах, Крушногорские горы. И получается, здесь я как в каком-то... Ну, действительно, здесь туристы не ходят. Это я просто нашел. Это разбитый град, получается. Он даже не туристическое место. Здесь я просто... Живут люди, видите? И подниматься нам в гору. Сейчас поднимемся. И я говорю, вот сколько денег все равно надо затратить, чтобы... По идее, зачем здесь делать? Асфальт, вот. Потом вот эти... Да, вот эти толстостенные трубы. Смотри, все этот проем, где течет речка, она вся сделана руками. Да, да, да. Все, ручная работа, это же... Были выделены деньги на это? Наверное, в этой дамбе перегородили воду. И вот пустили, потом сделали... А, ну, да, да, да. Потом пустили вот эту речку. Ага. И хорошо. Все это обложили. Наталка с ночи. Что, как ты отработал, Наталка? Хорошо отработал. Хорошо? Наталка получила первую зарплату. Не будем говорить, сколько. Ну, нормально, да? Хорошо. Ну, хорошо, видишь? И смены всего-навсего не работало в месяц. Да, да. Получается... Она 13 дней, да, отработала? Да. Должна была 15 дней. 15 смен, получается, в месяц. Все, отработала. Получила первую выплату. Ну, все, и теперь будет каждый месяц получать. Оплатили ей проездной, наверное. Мы еще не видели, как там не расписано это, за что там начислено. Дали. Получается, часы расписали, но не показали, оплачен ли проездной. Ну, вот так. Поднимаемся вверх. Уже тяжковато, Наталка подустала. Еще 10 минут, 450 метров. Ага, я тоже устал. Там на дамбу было легче подниматься. Нет, вот здесь пишет 20 метров, 10 уже. Рядышком уже где-то? Пишет, что рядышком. Ну, сейчас будем искать. Опять, получается, мы вступили на природный парк Лучинска-Горнатина. И вот показана тропа, как мы можем ходить по этому всему парку. Но мы, конечно, не будем, это много. И мы и так уже долго гуляем. Но мы поднимемся все-таки к этому граду. На улице, наверное, плюс 25. И тут в горах такая влажность. Я не знаю, если бы я был бы с теми 107 килограммами, то я не мог бы идти, конечно. Я бы дома сидел бы. Мы бы с Наталкой что-нибудь приготовили, да? Вкусное. Манты бы налепили. И вертуны мазали бы майонезом, ели бы. И лежали бы, смотрели какой-нибудь фильм. Да? А сейчас, так как мы ведем такой здоровый образ жизни, гуляем, путешествуем. И не затрачиваем на это вообще никаких финансов. Просто посмотрите, ребят. Видите? Идешь, птицы поют вокруг лес. Горы. Благодать. Я думаю, вы все видите эту красоту. Со всех сторон видите. Ребят, нашли, шли и нашли. Посмотрите, у нас уже земляника. Хорошая? А ну-ка пока. Мм-м, какая сладкая. Да, смотри. Да, и смотри, величкое солнце. Не такая маленькая. Теряется. У нас в Казахстане тоже в степи растет? Смотри, она какая крупненькая, да? Земляника называется. Ты сама лезь, меня корм. Пока ты снимаешь. А красиво, смотрите. Как это сделано? Тут действительно есть такие дома, сколько денег надо вложить, чтобы посмотреть, такой забор сделать. Ну, действительно, если у тебя деньги есть, не надо никогда на работу ездить. У тебя все удаленно, там люди работают на тебя. Живи здесь припеваючи. Скажи. Пойдем, Санс. Пойдем, Санс. Не, ну вот это для земляника, это огромное. Согласись? Ну да. У нас совсем такая маленькая-маленькая. Смотри, какая. Ну, ну, великая. Не, спасибо. Ребят, заканчивается этот частный сектор, эти коттеджи. Наталка там землянику ела. И начинается, вон туда тропа идет, это, скорее всего, нам надо будет подняться на ту скалу, видите, туда вверх. Будем подниматься. Очень много кислорода, да, так разряженный, да? Ты мне? Да. Вон, Наталка, видите, насобирал. О, пес есть. Действительно вкусно, очень сладко, да? Да. Ну все, давайте, ребят, как поднимемся, мы включимся. Если что-то будет интересно, мы вам покажем. Здесь есть шлагбаум. И там показано, вон, видите, если дальше, красная стрелка, что проход наверх. Ну, здесь совсем круто подниматься. Ну, там, наверное, виды очень прекрасные. Ну, свежо, так ли? Свежо вообще, да, да. Я там шел, футболку снял. А здесь, видите, действительно, этому лесу, наверное, тысячелетие, да? Вот, видите, стрелка показана идти туда. Здесь, наверное, когда ливни идут, все вот это текет. Наталку! Часко подниматься. Я говорю, Наталке, давай передохнем, может? Она говорит, да не, потихоньку идем. Уже должны были прийти, по идее, по нашим этим подписчикам. Что там? Колодец. А вода есть? Закрыт. А, закрыт? Да, закрыт. Если бы были ключи, какие бы нас не было воды. Такие колодезные воды. Ага. Поднимаемся. Не знаю, сколько еще. Там стрелка показана, что правильно идем. Непонятно, сколько еще. У Наталки хорошие, да, трекинговые боты? Что там? Грибы? Ого, ого, ого. Они тяжелые, вдвоем взяться, да. Да нет. Ага. А куда мы поднялись? Фу. Потом стрелка. Где? Вон. Не бери. Ну, что-то ничего не ухожено. У меня даже... Пойдем, пойдем. Здесь связи нету, да. Какой-то домик стоит. Вот так, ребят. Мы первый раз, если бы знали. Так что... Водокачка. Водокачка. Наверное. Фу. Да, слышно, там вода бежит. О. Фу. А здесь асфальт уже. Да? О, точно. Наталка увидел. А я думаю, я уже хотел тут ругаться, что они не показывают нам, как правильно идти. 500 метров градусик осталось. Видите показатель? Ну, идем туда. Фу. Хорошая, да, прогулка? Очень замечательно. Очень замечательно, я говорю. Уже километров пять прошли, да, наверное? Да. Зато спать, да, хорошо будет? А что-то летает, да, как будто, или комары, или что же уже? Не? Посмотрите, ребят, какая красота. Все-таки, я думаю, как классно. Рядышком с домом и вот эта природа. Никуда не надо ездить. Гуляешь, вышел. Наталка, пошли прогуляемся, пошли. И все, и свежий воздух. И что-то новенькое увидели. Наталка, там что-то. Что ты делаешь? Купаешься? Да. Устала, да, ты? Холодная вода? Ой, вот тепло. Смотри, какая чистая. Ага. Хорошо. Холодная, да? Нет. Нет? Попробуй. Не хочет? Почему? А какие скалы, ребят? А здесь, действительно, там и солнце. А здесь солнца нету, потому что очень густые такие деревья. И все, лес очень густой. Ну, а здесь я красивый, конечно, тоже сделан. Очень тихо, спокойно. И людей, как всегда, конечно, к сожалению, нет. Хотя, все в пешей доступности. Не надо ехать никуда. Просто идти пешком гулять. Ну, кто-то ухаживает здесь, за этим парком. Видите? Мусор. Ребят, мы заблудились. Короче, обозначения не было. Было там 500 метров, и мы заблудились. Мы в этом природном парке ходим уже полчаса. Я думал, мы будем идти вот так по кругу и придем. Он думал, где-то наверху. И никаких обозначений нет. Здесь какая-то типа лесопилка. Видите? Заготавливают лес. Лес лежит просто. Здесь я посмотрю. Наталка разбирается в лесе и говорит, что это лес очень хороший. Ну, как бы. Дорогой, да? Конечно. Вот этот. Посмотри. Сколько лет? Дольше. Больше, чем 100? Да. Ну, да, посмотри. Ну, вот так, ребят. Не обещаю я вам, что увидим мы этот град. Как-то мы сбились с этого пути. Очень жалко, конечно. Ну, и жалко удалять все видео. Так как много наснимали. И все равно пусть будет видео, чтобы вы посмотрели. И моя мама посмотрела, мои родные. И пускай будет на моем канале. Такое видео просто наша прогулочка, да, Наталка? Ну, я скажу, это не хуже, чем туда, куда мы и шли. Ну, да. Скорее всего, солнце. Знаешь, почему? Да, да. Эти руины просто... И туда, наверное, скорее всего, никто не ходит. И туристы... Так, если бы много было поток туристов, там были бы обозначения. Ну, да. А я просто нашел на карте, куда нам можно пойти. И это, скорее всего, такое, ну... Не сказать, просто это руины, да? Как спиленной елкой. Да, да, пахнет. А смотри, как эксплодировано. Да. Елки сколько. У нас нет уже сколько елки? Нет уже? Да, еще такой диаметр. Хороший, да? Да, доска какая, смотри. Ну, вот это отделяется, вот это все обойдет. Ага. Выкинется. Ну, а здесь раз-два, смотри, сколько досочек. Или каких-то других полотен. Угу. Ну, видишь, Наталка шарит по этой теме. Да? Да. Наверное, сама заготавливала в лес. Да, было когда-то, когда отец был жив. Там где-то музыка играет? Я слышу. А это что? Я слышу красота. Родник, да? Да, смотри, вот это. Вон родник. Сверху. Идем по проводе. Да. Не идет, да? Нет. Стоит вода. Стоит вода, да? Угу. Холодная. Ну, вода бежит, солнце. Угу. Да? Толковод пьет. Ческая вода самая лучшая, да? Да. Ну, еще чуть-чуть погуляю. Я все-таки думаю, найдем, но уже теряю, как бы, надежды. Мы высоко в гору поднялись. Если вам будет видно, я вот так покажу. Смотрите, видите, где мы? Вон там городок. Так. Вот. Смотрите. Там не один, смотри, как они разбросаны. Видишь? Ага. Я раздвину. Во. Видите, ребят? Где мы? Вот. Мы высоко в горах, и все равно он где-то еще выше, вон там. Ну, попытаемся дойти. Включусь, а как найдем. Ну, все равно включусь, а с вами попрощаться. Или увидим что-то интересное, обязательно. Заснимем вам. Ребят, все-таки мы нашли его. Ну, видите, все заросло травой и зеленью. Да, да, да. И его просто не найти. И как бы вот развалины, вы видите. Даже не... Я как-то это по-другому представлял, и Наталка тоже, но это... Да, мы думали, он не совсем разваленный, но он развален уже совсем. Ну, как бы от него уже совсем ничего не осталось. Вот, вы видите, просто такая стена. И где-то с той стороны, ну, как бы есть еще. И уже все заросло. Травой и кустарниками, и здесь вот так бьет фонтан. Ну, мы троху по-другому представляли. Родники. Сейчас я вам покажу, как это выглядит на фотографии. Ну, там, с этой фотографией сделаны, может, весной или осенью. Потому что там еще более-менее видно его. А здесь мы не можем понять, как он должен выглядеть вообще. Вот, получается, вон там, где текет та вода. И вот такие, видите? Вот он так выглядит, этот град. Вот. От него совсем ничего не осталось. Есть одна только вот эта башня, но она, скорее всего, где-то наверху. И непонятно, как не... Она тоже уже вся заросла. Мы могли просто спокойно ее пройти мимо. Да, да, да. Непонятно, видите, она... Да, да. Это осень или... Осень. Или зима даже, смотри, нету... Ну, как бы... Не осень. Да. А если сейчас все листво заросло, то его и не увидишь. Никаких обозначений нету. Да. Ну, мы спускаемся, ребят, вниз. Да, это зимой, вот он выглядит, вот так. Ну, вот, смотри, солнце. Мы где-то здесь. Здесь, да. Вот этот, получается, домик. Вот он, домик. Да, 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 да. А где-то над домиком, вот он стоит. Непонятно, короче. А вот он. Где? Вот. А, вот, вот. Господи, да. Да? Да. Вот мы балбесы. А вот, вот. Ну, видишь, не можем найти. Ну, все заросло просто, да, да. Вот. А, действительно, мы можем туда подняться, да? Вот оно, вот. Ага, ага. Видишь, здесь деревья. Так, вот, ребят, как увидеть? Вы видите что-нибудь? Не видите? Ну, все-таки мы нашлись, спускаемся. Поднимались вверх. А где машины вон туда, конечно? Нет, там живой комплекс? Или что? Я не знаю, как проходить. Вот именно, как. Ну, пойдем там, где машины. Ну, вон, да, вон. Да, туда никак не пройдешь. Только там, где машины. Посмотрим. Идем там ближе. Водный машин, может, и покажем этот гад. Ага. Вот, ребят, мы его нашли. Ну, это вообще жесть. Чешковато, да, найти его? Да, конечно. Или мы не с той стороны зашли? Нет, мы нормально. Мы просто его прошли. Вон, видишь, в какой горе? И заросли какие-то. Ну, да, его отреставрировать там, я не знаю. Пойдем посмотрим, какого он года. Вот, где корни, вот, у него дерево растет. В лесу растет, в лесу он. Сейчас посмотрим, какого он года. Да, машина стоит, как будто чей-то двор здесь. Мы же проходили. Да, вон, смотрите, стоит дом. И вот этот, получается, Верат, Резумбург, Восик. Да, вот, видишь, без листья его видно, хорошо. Ага. Ты видишь, что-то нибудь написано? Что-то ищешь. Какого года он там или что-то? Сейчас там был. Сейчас. Вон, смотрите, здесь какой дом. Трактор. Вот он выглядел раньше вот так. Видите? Культурная память. Ну, сейчас мы найдем вход туда и поднимемся все-таки. Вот остатки от этого, получается, града. И там могут собираться люди и жарить шашлыки. Ну. А вот он сзади, остатки от него. Что осталось? Ну, поднимемся сейчас. Здесь вот пострижена листва, ой, трава. И получается, этот град огражден такой стеной. Видите? Ну, от него уже ничего не осталось, от нее. Ну, да, все, видите, время убивает все, даже камень. Ветер сточил камень и... Посмотрите. Здесь вход? Да. Вон она только нашла вход. Сейчас идем. Вот так, если вам видно. Поднимаемся вместе. Что, тяжело подняться? Что там? Земляника? Да. Честно. О! Наталка у них... А вон, да, сколько ее? Я запах. Учуешь что? Ага, брат. А вон, смотри, здесь сколько. Краснючая. Ну, короче, ты иди снимай. Все, я на того. Смотри, как. Вон, смотрите, ребят. Ну, действительно, здесь опасно. Может, вот это валится. Вот так выглядит. Это все. Конечно, время убивает все. Все, и здание зарастает. Получается такое. Смотрите. Видите? Стрелецкие окна. Отсюда пускали стрелы. Смотрите. Поднимусь сюда все-таки. Пойдемте вместе со мной. Вот Наталки, видите, из земляники поезд. И погуляла. Ну вот так, ребят. Ну вот, ребят, я зашел в самое высокое место здесь. Здесь такая башня, видите, или все, что от нее осталось. Окошки такие, расписаны все. Ну и, конечно, вид посмотреть с окна. Вот так. Я здесь! Остались только руины, ребят, от этого величественного когда-то града. Растут деревья. Уже, видите, как проросли. Наталка идет. Меня на земляники насобирала, да? Да. Богато? Урожай. Ну, какая. Всем желаю попробовать. Сходить тоже куда-то. Ну, ребят, получилось вот такое видео. Прогулка с нами. И вы видите, как это все выглядит. Очень когда-то величественный град. Вы видели, как это все, это было много зданий. И здесь был постоялый двор, здесь жили люди. Но это было, наверное, тысячу лет назад. Вы видите, как все разрушило. Просто разрушило жизнь, получается. Года идут, и ничто не вечно. Это переходило от поколения в поколение, скорее всего. Но так произошло, скорее всего, что никому это не надо. Перестало быть нужным. И это все, этому всему пришел конец. Еще раз хочу вам сказать спасибо. Будем делать вот такие прогулки, маленькие вылазки. И думаю, будет классно. Сейчас еще раз покажу вам, как это все выглядит. Красота. Да, вот посмотрите. Ну, реставрируют же замки. Ну, вот этот город только как-то... Вот камни лежат. Тоже история. Не, ну, этот... Они, наверное, смотрят, в каком состоянии. Да. И реставрировать нет. Ты здесь был? Да. Ну, все, ребят, буду с вами прощаться. Наталка, скажи всем пока. Всем пока. Хорошего дня. Огой, ребята. Огой.